Глава 32. Наказание народов за преследование евреев Великой местью Бог отомстит народам за преследование евреев, ведь унижение Израиля является Хилул Гошем. Это помогает понять, почему была отменена клятва Израиля не идти в Эрцисраэль всем вместе. Народы первые нарушили свою клятву не порабощать Израиль слишком сильно. Мудрецы учат. Танхума Тазрия 11. В будущем мире Бог сядет в суде над царством Эдом и спросит их, почему вы порабощали моих детей? И они ответят, разве не ты отдал их в наши руки? Тогда Бог скажет, я отдал их в ваши руки, но вы не проявили к ним милосердия. На старца вы наложили тяжелое иго свое. Бог скажет, Вавилон, я клянусь, что подумаю о тебе, буду судить тебя и объявлю тебя виновным. Что я сделаю тебе? Сначала я накажу твоего ангельского князя и поражу его проказой. Затем я накажу тебя. Не говори только это царство, но даже Гога, который в этом мире становится все более гордым и превознесенным, я поражу проказой. Откуда мы это знаем? Сказано, и этот станет чумой, их плоть будет поглощена, тогда как они стоят на своих ногах. Захария 14.12 Как это произойдет? Через вызов Израилю, как сказано, и будет мор. За то, что они напали на Израиль, Бог скажет им, поскольку вы называли моих детей нечистыми, я загрязню вас отцом всех нечистот. Откуда мы знаем, что они назовут еврейский народ нечистым? Сказано, прочь, нечистый, они будут кричать на них. Плачер Миягу 4.15 Бог продолжает, вы будете прокаженными и нечистыми, а Израиль я очищу и освящу и избавлю от вас. Как сказано, они назовут их святым народом, избавленными Господом, и вы будете называться друша, взысканы, городом незабытым. Ишаяу 62.12 Также царь Шломо сказал, «Ты вся прекрасна, моя любовь, в тебе нет недостатка». Шир Гаширим 4.7 Далее мудрецы говорят, Илья Ураба 5. Как народы мучают Израиль и притесняют их, и сокрушают их кости и плоть, пока их не оставит душа, и никто не беспокоится о них. Так и Бог соберет их для суда на горах Израиля, и скормит их плоть птицам небесным и зверям полевым, и Он не будет беспокоиться о них. Как сказано, «И сын человека», так говорит Господь Бог. «Говори каждой пернатой птице и каждому полевому зверю, соберитесь и приходите, соберитесь по каждую сторону моей праздничной трапезы. Я приготовил вам великий пир на горах Израиля, чтобы вы ели мясо и пили кровь». Ехескель 39.17 «Грех народов против Израиля достигнет кульминации в момент избавления, когда они дерзко восстанут против Бога и Его помазанника, совершив величайший хилул Гошем». Мудрецы говорят, Танхума Эммор 13 «Горе нечестивым, ибо они замышляют зло против Израиля, так что каждый из них говорит, мой замысел лучше твоего». Гог в будущем будет говорить также «Наши предки были глупцами, поскольку строили замыслы против Израиля. Разве они не знали, что у Израиля есть покровитель на небе? Я так не поступлю, но сначала я пойду войной против их покровителя и только затем против них». Так сказано «Правители сговариваются против Господа и против Его помазанника» Таилим 2.2 Бог сказал ему «Грешник, против меня ты хочешь пойти войной? Я клянусь, что пойду войной против тебя». Так сказано «Господь выйдет, как сильный человек. Господь, как исполин, выйдет. Возбудит ревностность, как муж браней» Ешияу 42.13 «Тогда Господь выйдет и сразится с теми народами» Захария 14.3 Конец цитаты Призыв к войне против Бога и Израиля станет заключительным аккордом избавления, которое навсегда положит конец величайшему в истории Хилул Гашем Танхума Ноах 18 Цитата «Человечество боролось с Богом в трех местах. Одно в Вавилонской башне. Одно в день Яшуа бен Нуна, как сказано «Они собрались, чтобы сражаться с Яшуа и Израилем, все как один» И Яшуа бен Нун 9.2 «И одно в дни Гога и Магога, как сказано «Цари земли собрались, правители сговариваются» Таилим 2.2 Конец цитаты Вот что мудрецы говорят о наказании народов Танхума к душим 1 «Господь воинств будет превознесен в правосудии» И Шаяу 5.16 Комментарий «Когда Бог будет превознесен в своем мире» Когда Он совершит суд над народами, как сказано «Господь встает, чтобы ходатайствовать» Он встает судить людей Там же 3.13 Так же сказано «Я посмотрел, поставлены престолы» Даниил 7.9 «Что это за престолы?» «Престолы народов, которые в будущем будут свергнуты» Конец цитаты «В Сифри Азину 3.25 сказано «Их время почти пришло» Дворим 32.35 «Когда Бог накажет народы, Он превратит весь мир в бурю» Конец цитаты «Бог накажет народы с радостью», как говорит Сифри там же 3.26 «Когда Бог судит народы, это приносит Ему радость» Мудрецы сказали «А вода зора 3.бет» «Бог сидит и смеется над ними», как сказано «Тот, кто сидит на небесах, смеется» Таилим 2.4 Раби Ицхак сказал «У Бога нет смеха, кроме одного того дня» Так ли это? Разве Раби Иуда не сказал от имени Рава «В дне 12 часов» И в первые три Бог сидит и изучает Тору Во вторые три Он сидит и судит весь мир Во время третьих Он сидит и поддерживает весь мир От единорога до яйца вши А во время четвертого Он сидит и смеется с Левиафаном Как сказано «Этот Левиафан, которого ты создал, чтобы смеяться с ним» Там же 104.26 Рабин Ахман Бар Ицхак сказал «Бог смеется со своими творениями, но над своими творениями Он смеется только в этот день» В Илья Ураба 13 сказано «Бог сказал Израилю «Передо Мной нет смеха, кроме как на одно мгновение» Когда это? Когда народы высокомерно говорят «Со сколькими воинами Он нападет на нас?» Пусть пошлет миллион «Со сколькими всадниками Он нападет на нас?» Пусть пошлет миллион В этот момент я смеюсь, как сказано «Почему волнуются народы?» Тот, кто сидит на небесах, смеется Таилии 2.1.4 Конец цитаты «Радость и смех Бога – это его ответ народам, которые смеялись над Израилем и радовались его бедам» Мудрецы так описывают заключительное избавление Песик Тарабати 34 «Кто видит их, то есть, когда народы видят избавление Израиля, садится и говорит «Мы смеялись зря, зря мы насмехались над их словами» В другом месте у мудрецов Михил Табешалах Месех Тадеамалек 2 Сказано «Каждый народ, решающий навредить Израилю, наказывается соответственно Наши мудрецы всегда говорили С человеком нужно поступать так, как он поступает с другими То, что они замышляли, и случилось с ними» Шмот 18.11 В Бамидбар-Раба 11.1 сказано «Он действительно насмехается над насмешниками» Мишли 3.34 «Каждый день народы насмехаются над Израилем за его страдания Как сказано «Своими устами выхвастались против меня» Ехэскель 35.13 «Однако в будущем Бог поступит с ними так, как они поступали с другими» Конец цитаты «Как рьяно народы издевались над Израилем За это им предстоит вкусить Божью месть Их грех против Израиля перевешивает все прочие их грехи» Цитата «Народам недостаточно того, что они неуважительно относятся к Израилю Так они еще и убивают их убийствами одно злее другого В этом отношении сказано «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата» Иоиль 4.2 Чтобы я не думал, что народы будут судимы за идолопоклонство Сексуальный грех и убийство Стих добавляет «О моем народе и моем наследии Израиля» Там же Результат этого суда следующий «Иуда прибудет вечно, и Иерусалим из поколения в поколение» Там же стих 20 «Я оправдал Израиль, но не тех, кто проливал их кровь» «Господь будет жить на Сионе» Там же стих 21 «Когда Господь будет жить на Сионе» «Когда Бог оправдает Израиль, но не тех, кто проливал их кровь» Смотри аналогичный источник в Танхума Бешалах 5 Конец цитаты «Когда народы мучают Израиль, они совершают наивысший хилулашем» Мудрецы сказали в Писик Тарабати 12 «Ты упрекнул народы» Тыли им 9.6 Народы постоянно замышляют злое против Израиля И Бог отменяет это Конец цитаты Мы читаем Илья Гураба 1 «Народы постиг потоп, разрушение и ад За то, что простерли руку против Израиля и Иерусалима и храма Как они собираются и ищут уничтожить богатство Израиля Так и Бог соберет их на горах Израиля Чтобы осуществить великую месть против них За то, что они не слушали Тору и мучили Израиль» Конец цитаты «Так народы, мучившие Израиль, найдут свой конец Спасены будут только те, кто не причинял вреда Израилю» Песик Тарабати 1 Цитата «Наступит время, когда в каждое новолуние и субботу Вся плоть придет поклониться передо мной» Ишаягу 66.23 «Даже народы, принявшие ярмо неба Но не все народы, только те, кто не порабощал Израиль Будут приняты Машиахом» В Бемидбар-Раба 10.2 говорится «У кого стон, у кого скорбь» Мишли 23.29 Комментарий «Хотя Израиль согрешил, и за их грехи Бог отдал их в руки народов» «Сами народы не невиновны» Со временем Бог накажет эти народы так же, как Он наказал Египет и Вавилон Поэтому сказано «Я очень недоволен народами, живущими спокойно Ибо я немного гневался, но они усилили страдания» Захария 1.15 «Я приведу к полному концу все народы, куда я изгнал тебя» Ирмиягу 46.28 «Так сказано, у кого стон, у кого скорбь» Мишли 23.29 «Те, кто долго сидит за вином» Там же стих 30 Комментарий «Израиль называется вином, как сказано «В тот день спой ей виноградник пенящегося вина» Ишаяху 27.2 «Те, кто долго сидит, это народы, которые сидят за вином, в кавычках, Израилем, пропивая, в кавычках, все его богатство» Цитата «Те, кто ищет смешанное вино» Мишли там же Комментарий «Они ищут обвинения, чтобы получить повод сделать то, что сделали» Убить их и поступать с ними злобно Цитата «Не смотри на вино, когда оно красно» Там же 23.31 Комментарий «Бог предупреждает народы, чтобы они не слишком сильно обременяли Израиль» Как сказано «Не смотри на вино, когда оно красно» Что имеется в виду в словах, когда оно искрится в чаше? «Бокос» Там же Письменная форма «Бокис» В кармане Ибо они смотрят на богатство Израиля Когда оно плавно льется Там же Они берут все, чем они владеют Оставляя их дома пустыми Другой урок Они делают Израилю все, что хотят Яшар Другой урок Они считают все свое воровство против Израиля Не грехом, но праведностью Йошар Сифри комментирует Азину 322 Когда у Израиля проблемы Народы относятся к ним, как к чужеземцам И ведут себя, как будто не знают об их существовании Так, когда Израиль хотел убежать на север После разрушения храма Народы предали их На юг, восток, на запад Народы предали их Но когда у Израиля все хорошо Народы лгут им И притворяются их братьями Конец цитаты За этот обман, лицемерие и порочность Народы будут наказаны Бешалах, Мешех, Тадышира 4 Цитата Если Израилю потребуется Бог будет воевать за него И горе народам за то, что они слышат своими собственными ушами Ибо тот, чье слово привело к существованию мира В будущем сразиться с ними Конец цитаты В Бамидбар-Раба 10.2 мы читаем Ваши глаза будут видеть чуждые вещи Мишли 23.33 Комментарий За то, что народы взирают на Израиль Бог навлечет на них чуждые кары Которые будут не похожи одна на другую Как те кары, что постигли Израиль Цитата Ваше сердце будет произносить развращенные слова Там же Комментарий Вы обращаетесь против них каждый день Как сказано Истинно он обратился против меня Он обращает свою руку против меня весь день Плачер Миягу 3.3 И сердце Израиля пришло в отчаяние от множества бед Которым народы подвергли их Бог накажет их соответственно Ибо он навлечет на них суровые кары Которые доведут их до отчаяния Их сердце будет произносить развращенные слова И он навлечет на них ужасы Поэтому сказано Голос Господа вершит наказание его врагам Ишаяу 66.6 Это высшее правосудие Конец цитаты Окончательное страшное возмездие народам Принесет Израилю радость и спасение Илья Гураба 22 Цитата Однажды я шел из одного места в другое И встретил старика Он спросил меня Рабби Будут ли народы мира в эру Машиаха? Я ответил Сын мой Все народы, которые преследовали и угнетали Израиль Придут и увидят радость Израиля Но затем отправятся в свои могилы И никогда больше не вернутся в мир Как сказано Нечестивый увидит и разозлится Таилим 112.10 Также сказано Он оставит ваше имя для проклятия своим избранным Ишаяу 65.15 Все народы, которые не преследовали и не угнетали Израиль Придут и станут пахарями и виноградарями для Израиля Как сказано Чужеземцы встанут и будут кормить твои стада Сыновья чужаков будут твоими пахарями и виноградарями Там же 61.5 И сказано Вы будете называться коэнами Господа Вы будете есть богатство народов и прославитесь их богатством Там же стих 6 И сказано Тогда я обращу народы в более чистый язык Цвания 3.9 Он назовет своих рабов другим именем Ишаяу 65.15 Комментарий Это относится к тем, кто подходит для эры Машиаха Можно подумать, что поскольку эти народы придут в эру Машиаха Они придут также и в будущий мир Но лучше оставь то, что я сказал И обрати внимание на то, что говорит Тора Ибо это более важно Она говорит Никто необрезанный не может есть жертву Шмот 12.48 Конец цитаты В эру Машиаха Те народы, которые не мучили Израиль Будут служить Богу в страхе и трепете Танхума Ноах 19 Цитата Бог сказал В этом мире через злой позыв Мои творения разделились на несколько языков Но в будущем мире все будут стоять плечом к плечу Провозглашая Мое имя и служа Мне Как сказано Ибо тогда я обращу народы в более чистый язык Чтобы они все могли призывать имя Господа И служить Ему в согласии Цфания 3.9 Подчинение Израиля народам закончится И Израиль будет служить Богу с радостью Как сказано Служите Господу с радостью Таилим 102 Однако народы будут служить Богу с трепетом Как человек, служащий своему собственному отцу Служит Ему в радости Но нееврейский раб Служит своему Господину в страхе Так же будет и с народами Так сказано Зачем волнуются племена А народы замышляют тщетное Там же 2.1 Вся эта глава Таилим относится к народам О чем говорится в конце главы Служите Господу со страхом Радуйтесь с трепетом Служите в чистоте Стих 11.12 Царь Давид говорил Будьте внимательны Не искажайте свои пути Чтобы он не разгневался И вы не исчезли с пути Там же Другими словами Он может разгневаться на вас за мелочь Конец цитаты Мы извлекаем важнейший урок Все народы, преследовавшие Израиль Будут уничтожены Те народы, которые не преследовали Израиль Будут служить Богу в страхе и трепете Но даже они Не получат долю в будущем мире Как евреи Я уже цитировал Илья Ураба О том, что после избавления Народы будут служить Израилю Вот о чем говорится в Ешаягу 63.10.16 Цитата Народы будут ходить в Твоем свете Цари в сиянии Твоей превознесенности Сыновья чужеземцев будут строить Твои стены Их цари будут служить Тебе Ибо в Моем гневе Я поразил Тебя Но в Моей благосклонности Я проявил милосердие к Тебе Поэтому Твои ворота будут открыты постоянно Они не будут закрываться ни днем, ни ночью Чтобы люди могли приносить Тебе богатство народов Их цари со своей свитой Ибо народы и царства, которые не будут служить Тебе Погибнут Да, они будут полностью истреблены Слава Ливана придет к Тебе Кипр, Клен и Самшит Чтобы украсить место моего святилища Я сделаю славным место моих ног Также сыновья тех, кто причинял Тебе беды Придут и поклонятся Тебе И все презиравшие Тебя Падут ниц у Твоих ног Они назовут Тебя городом Господа И Сион святым Израиля Везде, где Ты был забыт и ненавидим Так что никто из людей не ходил через Тебя Я сделаю Тебя вечной славой Радостью многих поколений Ты также будешь сосать молоко народов и груди царей Ты узнаешь, что Я, Господь, спасу Тебя И сильный Якова Избавит Тебя Конец цитаты Там же 49.23 Цари будут Твоими приемными отцами И их царицы Твоими кормилицами Они преклонятся перед Тобой лицом до земли И оближут пыль Твоих ног Ты узнаешь, что Я, Господь Ибо ждущие Меня не постыдятся Конец цитаты В Писик Тарабати 36 сказано В тот момент Бог усилит свет царя Машиаха и Израиля Все народы останутся во тьме И будут ходить светом Машиаха и Израиля Как сказано Народы будут ходить в Твоем свете Цари в сиянии Твоей превознесенности И Шаягу 63 Они придут и будут лизать пыль под ногами Машиаха Как сказано Они будут лизать пыль Твоих ног Там же 49.23 Все они придут и падут ниц перед Машиахом и Израилем Говоря Позволь нам быть Твоими рабами У каждого еврея будет 2800 рабов Как сказано В те дни Десять человек из всех языков народов Возьмутся и схватятся за подол еврея Говоря Мы пойдем с тобой Ибо мы услышали Что с тобой Бог Захария 8.23 Конец цитаты Чтобы понять все величие спасения Для начала важно осознать всю глубину богохульства народов Издевательство народов над Израилем Ужасный хилул Гошем Который они совершили Все это приведет избавление в свое время Хотя Израиль и не заслужил его В Авода Зара 11 бет сказано Раби Иуда сказал от имени Рава В Риме есть еще один праздник Раз в 70 лет Они приводят здорового человека И заставляют его проехаться на хромом человеке Символизирующем Яакова Который был хромым Раша комментирует Это относится к времени Когда Эсаф еще порабощает Яакова Они одевают его в одежды Адама И кладут на его голову кожу с лица Раби Ишмаэля Отделенную и набальзамированную Чтобы хорошо сохранилось Они вешают на его шею Груз весом в 200 мер жемчуга Они выходят с этим на рынки Провозглашая перед ним Вычисления князя Яакова Были ошибочны Он пророчествовал об избавлении Брат нашего господина Шарлатан Кто видел это, видел Кто не видел этого, не видел Конец цитаты От того, что описывается в Эхо Рабати 3.5 Нас переполняет гнев Цитата Я стал посмешищем для всего моего народа Плачер Мияу 3.11 Комментарий Сказано Те, кто сидят в воротах, говорят обо мне Таилим 69.13 Комментарий Это народы мира, которые сидят в театрах и цирках Цитата И я песня пьяниц Там же Комментарий Сидя за столом и напиваясь Они говорят обо мне и смеются надо мной Они говорят, пока нам не нужно есть плоды рожкового дерева Как евреям Один спросит Сколько лет вы хотите жить? И другой ответит Как деление недели у евреев Они приводят верблюда в плаще в свои цирки И спрашивают друг друга Почему этот верблюд скорбит? И ответом будет Эти евреи соблюдают субботний год И у них нет овощей Так что они съели кустарник этого верблюда И он скорбит по нему Они приводят в театр артиста с обритой головой И говорят друг другу Почему его голова обрита? И он отвечает Эти евреи соблюдают субботу И все, что они зарабатывают за шесть дней Они съедают в субботу У них нет дров, чтобы готовить Так что они ломают свои кровати И готовят на них А спят они на земле И пачкаются И мажутся маслом Поэтому масло дорогое Конец цитаты В Эхарабати 1.39 сказано Взгляни, о Господи, и посмотри Плачермиягу 1.11 Комментарий Раби Пинхас сказал Двенадцать блудниц в Ашкелоне Спорили друг с другом Одна говорит другой Ты не можешь быть отсюда Потому что лицом ты похожа на еврейку Через несколько дней Они помирились Обиженная сторона говорит Я прощаю тебя за все Кроме того, что ты считаешь Меня похожей на еврейку Поэтому сказано Взгляни, о Господи И посмотри, как я унижен Конец цитаты Примечательный медраж Находится в Писик-Тарабати 34 Цитата Их семя будет прославлено Среди народов Их потомство Среди людей Ишаягу 61.9 Комментарий О ком Ишаягу это сказал? Оскорбящих Сиона Тех, кто ждет возвращения Верцисраэль и спасения Бог в будущем Даст им победу Над их врагами Как сказано Их семя будет прославлено Среди народов Читай Не их семя Зарам Но их сила Зероам Кто защищает Их силой? Бог защищает Их силой Каждое утро Нашим спасением В день бедствия Там же 33.2 Комментарий Каждое утро Это о тех Кто рано встает Каждое утро Чтобы искать Милосердие Наше спасение Также во время бедствия Это скорбящие Которые ждали спасения Утром, днем и вечером Несмотря на великую скорбь Израиля Поскольку над ними Смеялись И издевались Как только они увидят Ужасные постановления Последнего года По которым узнают Приход Машиаха И как они идут Один за другим Без перерыва Они тотчас же поймут И скажут За всю нашу жизнь Никогда не было Ничего подобного этому Возможно Приходит Машиах Это постановление Благодаря которым Они понимают В Ниссан В канун седьмого года Дует западный ветер Падает снег И поражает посеянное После этого Проблемы начинаются В каждом месяце Причем они удваиваются Тогда они понимают И говорят Истинно это царь Машиах Даже при этом Они не успокоятся Пока не получат Наказание В седьмой год От которого Их лица чернеют Как дно горшка Как они наказываются? Голодом Ибо сердце Израиля Нельзя разрушить никак Кроме как голодом После этого Праведные поколения Восстанут И снимут Свои тфелин И положат их На землю Они взывают К Богу Владыка Вселенной Мы не поступали Хорошо все эти годы Мы отбились Как овцы Бог говорит им Вы прощены И целует их И помещает На их голову Венец У кого есть Заслуга Торы Тот защищен Ею И у кого нет Такой заслуги Сожалеет О ее отсутствии Это учит тому Что всякий Кто верит С первого года Имеет Удвоенную И учетверенную Заслугу Цитата Всех Кто увидит Их Признает Их Ишаягу 61.9 Комментарий Это скорбящие Сиона Бог навел На свой мир Ангелов Разрушения Которые Постоянно Разрушают Все дни Избавления И скорбящие Сиона Проходят Мимо них Туда и сюда Невредимы Как человек В доме Своего друга Кто видит Их Говорит Зря мы Смеялись Зря мы Насмехались Над их Словами Барханина Сказал Что они Говорят Их заслуги Собирают Их Вместе А мы Не верили Об этом Моменте Ишаяу Сказал Народы Увидят Вашу Праведность Там же 62.2 Это Народы Мира Которые Видят Праведность Скорбящих Сиона Конец Цитаты Как же Велики Все Кто С самого Начала Ждал Избавления Верил В приход Машиаха И его Царство И творил Дела Веры О них Мудрецы Говорят Если Человек Предвкушает Избавление Бог Помещает Его В Эдемском Саду Ясно Что Просто Ждать Избавления Еще Недостаточно Чтобы Оказаться В Эдемском Саду Скорее Мудрецы Имеют Ввиду Тех Кто Совершает Дела Веры И не Боится Ни Народов Ни Грешников Израиля Дорогой Друг Запомнить Великую Аксиому Об Избавлении Считается Что Над Скорбящими Сиона И верящими В избавление Смеются Только Народы Конечно Это так Однако Множество Евреев Тоже не верят В избавление И тоже Смеются Над теми Кто Кто в него Верит Равно Как И над Ожиданиями Машиаха В целом Песик Тарабати Говорится Он Праведный Цадик И Спасенный Ноша Захария 9.9 Комментарий Это Машиах Который Оправдывает Мацдик Наказание Полученное Израилем Ибо Израиль Смеялся Над ним Когда он Сидел В тюрьме Смех Над Избавлением Образно Говоря Преобразует Машиаха В заключенного Поскольку Без покаяния И дел Веры И доверия Богу Ему Нельзя Избавить Израиль До Прихода Избавления В свое Время Поэтому Он Назван Цадик Почему Он Назван Спасенным Ноша Потому Что Он Оправдывает Их Наказание И Говорит Им Истинно Вы Все Мои Дети Но Вы Будете Спасены Тивашу Только Благодаря Божьему Милосердию Конец Цитаты Другими Словами Бог Спасает Израиль Чтобы Осветить Свое Имя Но Это Будет Избавление В свое Время А не Ускоренное Последнее Израиль Не Заслужил Впрочем Совершенно Очевидно Что Многие Израильтяне Будут Насмехаться Над Идеей Избавления И поэтому Оно Придет Только В самый Крайний Срок Песик Песик Тарабати Продолжает Нищий Едущий На Осле Захария 9 9 Комментарий Это Машиах А почему Он назван Нищим Они Потому Что он Был Беден Нитане Все Годы В тюрьме И грешники Израиля Смеялись Над ним Поэтому Машиах И назван Нищим Таким Его Сделало Неверие Израиля Мне кажется Что этот Текст Содержит Отсылку На весь Период Избавления Даже То Избавление Что приходит После Бедности Само Бедно Оно Небогато Заслугами И заповедями Но Неуклюже И Обнажено Как Первое Избавление Из Египта Вспомним Что первое Избавление Тоже Пришло Вне Зависимости От Заслуг Израиля Вот Почему Я считаю Что Есть Еще Одна Важная Причина Помимо Прочих Почему Бог Учредил Заповедь Пасхальной Мацы Песах Время Избавления А Маца Называется Лехем Они Что Можно Перевести Как Бедный Хлеб Это Символ Нищего Избавления Без Заслуг Бог Как бы Увеличивает Память О первом Египетском Избавлении В свое Время Бедный Хлеб Должен Напоминать Нам Что и Последнее Избавление Придет Даже Если Мы Его Не заслужим Однако С ужасными Страданиями Да Поможет Нам Небо Отказ Признать Машиаха Бен Йосефа Является По сути Отказом Проявить Веру И доверие К Богу Без страха Перед Народами Чтобы Вернуться К Богу И Его Торе Это доверие Абсолютно Необходимо Как мы Уже Сказали Машиах Бен Йосеф Готов Открыться В любой Момент Следовательно Если Израиль Не Раскается Машиах Придет Как бы В облике Заключенного Данный Медраж Говорит О следующем Машиах Святой Он Так Любит Израильтян Что Оправдывает Их И снимает С них Наказания Он Не Критикует Их Но Говорит Вы Все Мои Дети И Я Имею Власть Спасти Вас Если Вы Так Сказать Спасете Меня Своими Добрыми Делами Это Даст Мне Право Спасти Вас Сильной Рукой И Ускоренным В кавычках Избавлением Однако Поскольку Мы Это Не Сделали Мы Оба Должны Относиться К 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 Это Точное И Очень Поучительное Объяснение В В Медраше Делается Вывод Он Нищий И Едет На Осле Захария 9 Дробь 9 Комментарий Из-за Грешников Они Не Заслуживают Ходить На Собственных Ногах Бог Должен Вспомнить Пратцев Имеется Ввиду Что Грешники Не Имеют Право Ходить На Собственных Ногах Поскольку Не Раскаялись А Раз Так То Бог Избавит Их Только Ради Заслуг Пратцев То Есть Ради К К К К